В преддверии нового учебного года по традиции по всей стране запускается республиканская благотворительная акция «Дорога в школу». В этом году она проходит под девизом «Твори добро». Все желающие могут помочь в подготовке детей к новому учебному году. Участники могут как оказать поддержку нуждающимся семьям и детям, так и обратиться за помощью. Акция стартовала 1 августа и продлится до конца учебного года, то есть до 31 мая. Данная помощь оказывается через отдел образования и через учреждения образования. Это у нас школы. В каждой школе, также в отделе образования, формируется этот список социально незащищенных семей по возрастам, по классам. Поэтому вы можете, если кто-то желает участвовать в данной акции, можете обратиться как в отдел образования, так и обратиться в любое учреждение образования, в школу. Также можно оказать помощь детям и в дошкольных учреждениях. У нас тоже там есть дети из социально незащищенных семей, поэтому тоже призываю. Детям из социально незащищенной категории также ежегодно оказывается материальная поддержка из фонда «Всеобуча», который предусмотрен в каждой школе. Эту помощь в первую очередь получают дети школьного возраста из семей, имеющих право на получение государственной адресной помощи, и дети из семей, в которых доход ниже прожиточного минимума. Помощь также оказывается детям-сиротам и детям из семей, попавшим в чрезвычайную ситуацию. Данные семьи должны предоставить в администрации школы, заместитель директора по воспитательной работе, а также социальному педагогу определенный пакет документов. Эту сумму перечисляем на счет этой семьи. Этот попечительский совет рассматривает, признает эту семью социально малообеспеченной, и после этого и выплачивается. Еще раз хочу здесь точечно остановиться, что данная помощь выделяется один раз в календарный год. Семьи, подлежащие на получение помощи из фонда «Всеобуча», получают средства на лицевой счет и по собственному усмотрению приобретают необходимые товары для учебы. Важно при покупке сохранять фискальные чеки на товары, которые в дальнейшем нужно предоставить в школу. Это обязательное требование по данной единовременной выплате. Также согласно данному постановлению оказывается помощь в виде питания, то есть это в течение всего учебного процесса. Сейчас наши, согласно поддержке Акимата области, уже мы третий год, бесплатно питаются за счет бюджета у нас дети начальных классов 100% без подтверждения документов. А в среднем свиньи с 5 по 11 класс, при том, если семья относится к той категории, о которой я проговорила, в этой четырех категории, они охватываются бесплатным горячим питанием за счет фонда «Всеобуча». Также за счет фонда «Всеобуча» детям-сиротам, также детям социально незащищенных, которые согласно постановлению признаны, это решение попечительского совета, либо при наличии у них справки АСП, они охватываются в летний период, приобретаются им по желанию, еще раз говорю, приобретаются путевки в летние лагеря, загородние лагеря. И в пришкольных лагерях они охвачиваются бесплатным питанием.